Здравствуйте, я Алена Димакова, менеджер туристической компании Авиафлот. И сегодня я расскажу вам о том, как нужно планировать индивидуальное путешествие. На примере своего путешествия в Европу. Первое, что нужно сделать, это определиться с маршрутом. Часто это бывает очень сложно, потому что когда вам открыт весь мир, хочется все и сразу. Но нужно взять себя в руки и четко решить, куда вы хотите отправиться в путешествие и что вы хотите от него получить. Обычно в таком случае я открываю гугл-карты. Я предпочитаю использовать гугл-карты. На мой взгляд, это очень полезный инструмент, который помогает спланировать ваше путешествие. В принципе, это обычные карты, но они наглядно показывают, как удобнее проложить маршрут. Например, мы видим карту Европы. Своё путешествие я планировала начать с Парижа. Я выбрала Париж на гугл-картах, нажала кнопку «Провожить маршрут» и проложила маршрут от Парижа до Праги. У меня появилась прямая линия, как быстрее можно проехать от Парижа до Праги. Но здесь, именно в этот момент и начинается ваше творчество. Вы можете сами взять и составить маршрут, который хотите. Это и будет ваше уникальное путешествие. Например, я планировала заехать в гости к подруге в Берлин. Соответственно, можно взять и перенести эту линию до Берлина. Можно её взять и немного подвинуть до Дрездена, для того, чтобы побывать ещё в одном красивом городе с прекрасными галереями. Когда я увидела, что мой путь лежит через Бергию, я подумала, что, конечно же, нужно нам взять и заехать в столицу – в Брюссель. Ну и так как путь пролегает через Нидерланды, то есть смысл заехать в Амстердам. Конечно, кто не хочет заехать в Амстердам? Я думаю, что большинство людей хочет увидеть этот город. Когда вами полностью проработан маршрут, важно сделать разбивку по городам. Нужно понять, сколько дней вы хотите провести в одном городе, сколько в другом. Но важно при этом помнить, что определённое время ещё занимает переезд между этими городами. То есть вы, например, планируете в Брюге провести один день. И получается, что вы приехали туда поздно вечером, а нужно уже уезжать рано утром. И, соответственно, что вы там успели посмотреть? Ничего. Вот всё это нужно просчитать заранее. Следующий шаг – это выбор отеля. Понятно, что каждый турист ищет своё соотношение цен и качества. И оно бывает разное. Для кого-то важно, например, купить проживание на улице Ривале, для того, чтобы из окна был виден Гугл и сад Тюльри. Кому-то важно из окна, например, видеть Эйфелеву башню, потому что он ехал в Париж именно за этим. А кто-то, возможно, будет счастлив остановиться где-нибудь на окраине Парижа. Главное только, чтобы рядом была станция метро, откуда можно было бы без проблем добраться до центра Парижа. Поэтому вариантов много. И каждый вариант подходит своему типу туристов. Следующее, что важно сделать – это понять, как вы будете перемещаться между городами. Есть три основных способа. Первый, самый простой – это авиаперелёт. Но, как правило, его используют при перемещении между крупными городами, например, между столицами стран. Следующий путь – это железнодорожный переезд. Можно перемещаться как внутри страны, так и между странами. Здесь пути все налажены. И последний способ – это автобус. Как правило, это самый дешёвый и экономичный способ передвижения между городами Европы. Причём важный момент по поводу всех трёх способов перемещения. Выгоднее бронировать заранее. Когда уже определён маршрут, важно выбрать авиабилеты. Плюс-минус три дня всегда помогут вам немного сэкономить. Планирование индивидуального тура – это всегда увлекательное занятие. Если вы ещё этим не занимались, попробуйте. Вам обязательно очень понравится. В следующих передачах я расскажу вам свои маршруты в основных городах вот этого путешествия. Надеюсь, вам это будет полезно. С вами была Алена Димакова. Хороших вам индивидуальных туров. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!